Бокер Тов. Хорошей недели. Доброе утро. Сегодня у нас новая недельная глава Торы. Называется на ТЦВ. Начинается глава с того, что Всевышний сказал Маше, прикажи. Пусть доставят тебе оливковое масло, выжатое из мазлин, для того, чтобы зажигать светильи, горящие перед Всевышним, постоянно. Не сказано в прошлой главе. Пусть от сердца, кто этого пожелает, доставит мне материалы для того, чтобы построить храм. Здесь уже как приказ, прикажи. Для светильника нужно самое чистое оливковое масло, выжатое вручную из маслин. Берутся маслины, которые растут на верхушках деревьев. Они первые видят солнце, они быстрее всех созревают. И вот первые капли идут для того, чтобы зажигать светильник. Остальное масло для светильника не годится. Оно годится для других приношений. Допустим, хлебные приношения, которые тоже происходят каждый день. И утром, и послеполуденное время. Светильник зажигают на ночь. С вечера и до утра. Сколько нужно масла, чтобы зажигать светильник? Пишется, что это четверть лога. Около четверти литра. Вот так. Масло нужно. И его хватает. Для того, чтобы он горел всю ночь. И даже в длинные ночи, которые происходят зимой, и короткие, которые летом. Все равно хватает этого количества. И интересно, что все равно полностью светильник не тушили никогда. Второй правый светильник горел всегда. Умудрялись его чистить, все приводить в порядок. И не тушили его никогда. Что касается продолжения. В главе написано, что сделай одежды коинам. Огорону и его сыновьям. Всего у нас было сначала пять коинов. Огорон, Надава-Вегу или Зары-Тамар. И расписаны одежды. Что это за одежды? У первосвященника восемь одежд. На нем одеты панталоны. Потом одевается хитон. Это такой халат. Льняной, выбитый, красивый. С поясом. На него одевается мантия. Это как цицит. Только по краям нет киси цицит. Там идут по низу цицита золотые колокольчики и гранаты. Вся мантия идет шерстяная. Из голубой шерсти. Очень дорогая ткань. Покрашена этой ниткой. Покрашена этой кровью моллюска хилозон. И по низу идут колокольчики золотые. А гранаты сделаны из голубой шерсти, багреницы и червеницы. Ильна здесь нет. Это для того, чтобы когда первосвященник ходил в храм, слышали, что у него какое-то действие. Колокольчики звенели. Как они звенели? Чудо невероятное. Потому что золото мягкое. И звон оно как таковой не дает. Но Всевышний сделал чудо. И все слышали это. Что дальше одевается? На мантию одевается передник первосвященника. Называется ифот. Ифот. На передник крепится нагрудник первосвященника. Называется хошен. На хошене идут 12 камней. На каждом камне выгравировано имя одного из колен Израиля. Так все 12 колен Израиля. Колено Ифраима и колено Минаше сыновей Иосифа относятся именно к Иосифу. То есть камень на нем написано Иосиф. Есть такое мнение, что написано на нем Иосиф и еще написано Ифраим и Иосифа. Но в основном считаешь, что там только Иосиф был написан. На погонах первосвященника два камня Оникса. На каждом из камней написаны имена сыновей Якова разочальники колен в порядке рождения. На каждом по 6. После этого одевается головной убор. Он круглый и на него одевается налобная пластина. Называется ЦИЦ. Головной убор называется Тюрбан. Там все красиво соединено золотыми шнурками. В общем, все это очень красиво. Вот такие виды одежды. Из чего сделан хитон это лен мантия голубая шерсть и барионидович череница и голубая шерсть находятся в гранатах которые привязаны к голубой шерсти. И, естественно, золотые колокольчики. Потом эйфот и хошен и пояс они сделаны из голубой шерсти багреницы черницы и льна и золотой нити того, что в самом шатре нет. Именно в одеждах для великолепия еще добавляется золотая нить. Камни мы будем потом перечислять они у нас описаны там и бриллианты и сафиры и изумруды и так дальше мы разберем их потом. Что касается голового бора он сделан из льна он белый шнурок проходит по нему по-моему голубой ну и циц пластинка которая искупает грехи против священных приношений если что-то не так сделано она идет из золота и на ней выбито имя Ашема который искупает наши грехи. На сегодняшний день наш урок заканчивается всем всего самого на лучшего до следующих встреч. Урок был дан для поднятия души моего папы Яков Бен Нахум моего дяди Владир Бен Григорий Леви Бен Шмаэль Хая Малка Бат Йосиф Мира Бат Аврагам памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель за здоровье Светлана Бат Лара Анна Бат Ривка Полина Бат Соня Сура Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Моисей Бен Ева Двоера Бат Мира Ирина Бат Двоера Инесса Бат Моэль Евгений Бен Берта Евгения Бат Ита за хороший шедух Арон Ребен Двоера Денис Бен Ахум за хорошую работу Денис Бен Ахум Всем всего самого наилучшего До следующих встреч